Запах Нового Года. Какой он? Как красиво украсить елку? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Дворнова. В зале заседаний Попечительского совета Казанского федерального университета Раиса Республики Татарстан Рустам Мениханов встретился с ректорами вузов и руководителями научных учреждений, расположенных в республике. На совещании подвали итоги совместной работы в 2023 году и обозначили планы на следующий год. Рустам Мениханов отметил, что проведение таких встреч очень важно, ведь сегодня в системе высшего образования происходят большие изменения. Для всех стало очевидным, что образование – это единственный путь быть конкурентным и самодостаточным. Ректор Казанского федерального университета и председатель совета ректоров вузов республики Ленар Сафин поделился итогами этого учебного года. Много чего происходит. Может быть, у нас не всегда хватает времени встречаться, но все будет такая возможность. Встречаться надо. По мере необходимости встречаются. По мере необходимости, мы должны встречаться. Вузы – это огромная наша мощь, и в то время мы очень тесно должны согласовывать и двигаться вместе вперед. Несмотря на имеющиеся объективные трудности, в этом году вузы республики уделяли особое внимание развитию обновлению инфраструктуры. В конце апреля филиал КФУ в Джезаке был открыт центр симуляционной медицины, который, с вами, мы с вами открывали вместе, и надо отдать должное. Наши коллеги из Узбекистана были поражены этими возможностями. И, в общем-то, сейчас все медицинские вузы приезжают в наш филиал посмотреть на этот центр. В сентябре, Шамблеевич, мы с вами также открыли многофункциональную стоматологическую поликлинику, которая является на КПЛО в уникальном, в своем роде, единственной в России. Клиника создана при поддержке правительства Республики Татарстана в целях обеспечения прикладной медицины для стоматологии. Здесь планируется оказание и помощи и как детскому, взрослому населению города Казани. В преддверии Нового года и Рождества, среди будничной суеты и навалившихся забот, каждый стремится хоть чуть-чуть уловить новогоднее настроение. И если елка наряжена, мандарины закуплены, а ощущение праздника так и не появилось, на помощь придут новогодние масла. Например, масло апельсина, мандарина, лимона или ели. О том, как эфирные масла влияют на организм и как найти качественное и полезное, узнавала наш корреспондент. Целебные свойства эфирных масел известны всем. Древний Египет был центром химических исследований. Лаборатории располагались в храмах, эксперименты осуществляли жрецы. Масла использовались в качестве лекарственных средств от нервных расстройств и депрессии, для дезинфекции, а также при бальзамировании умерших и омоложении живых. Назывался этот эксперимент «Ремесло». Что они использовали для осуществления химического эксперимента? В первую очередь, конечно же, эфирные масла. Бальзамировали мумии, придавали красоту живым людям. Кроме того, эфирные масла использовали для лечения мигрений, головных болей, а также использовали ароматерапию для того, чтобы в помещении, где собиралось много людей, отогнать, как считалось, злых духов. Но сейчас мы понимаем, что это использовалось для того, чтобы обеззараживать пространство, в котором находится много людей. Эфирные масла можно получить двумя способами – из растительного материала и синтетическим путем. Чаще всего используется именно первый вариант, так как он более экологичный и безопасный. Основными методами получения эфирных масел являются дистилляция, холодное прессование, мацерация или экстракция растворителями. Можно кипятить в водном растворе с последующей конденсацией, но в конденсации у нас получаются не только эфирные масла, но и вода. Но тут уже все просто, поскольку эфирные масла не смешиваются с водой, а следствие будет расслоение. Кроме того, можно использовать дистилляцию, перегонку с органическими растворителями. Но сейчас, с точки зрения зеленой химии, все-таки есть стремление уйти от органических растворителей, таких как дихлоретан, бензол и так далее, и заменяют их сверхклютическими флюидами. Но это пока еще очень дорогой метод. Если у нас есть цитрусовые фрукты, то для этого используется метод отжима. Обрезается кожура и прессуется. Выделяется ведь не только эфирное масло, но и будет выделяться еще и сок, который есть в цедре. Эфирные масла имеют множество полезных для здоровья свойств. Некоторые из них оказывают успокаивающий эффект и могут помочь снять стресс и улучшить качество сна. Например, лавандовое или черного тмина. Другие имеют тонизирующие свойства и способны повысить энергию и настроение. К ним относятся цитрусовые, розмариновые и мятные. Еще есть те, которые обладают противомикробными и противовоспалительными свойствами, помогают бороться с инфекциями и предупреждают воспалительные процессы. К примеру, эвкалиптовое масло. Оно широко используется для лечения простудных заболеваний и повышения иммунитета. Это в первую очередь обеззараживающее действие, антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, расслабляющее действие, притупляющее болевые синдромы. Особенно сейчас, когда близится сессия, для студентов очень важно найти такое душевное равновесие, нервное равновесие и улучшить свое настроение. Знаю, что впереди еще сессии, много экзаменов и зачетов, и многие эфирные масла могут тоже сопутствовать этому. Обычно это масла, которые содержат цитрусовые фрукты, масла, которые получают из лаванды. Несмотря на большое количество полезных свойств эфирных масел, они имеют и ряд негативных последствий. Аллергическая реакция, головокружение, повышение фоточувствительности и другие побочные эффекты. Поэтому стоит использовать их в правильной концентрации. Но есть два уникальных масла, которые можно использовать, не разбавляя дополнительно. Это масло чайного дерева и лаванды. Все остальные следует разбавлять различными маслами. Например, это могут быть масло какао, кокосовое, миндальное, оливковое и другие. Поскольку мы имеем дело с химическими веществами, стоит соблюдать определенные меры безопасности. Эфирные масла нельзя использовать для маленьких детей. Ограничивать для женщин в ожидании детей. Кроме того, стараться лучше не использовать там, где близки слизистые. Например, около глаз. Около глаз у нас очень чувствительная кожа, поэтому даже разбавленное эфирное масло может дать ожог. Поэтому там, где у нас слизистые, лучше не использовать. Если попадет в глаз, нельзя смывать водой. Ни в коем случае, иначе вы усилите ожоговый эффект. Нужно смыть масляной основой. Например, оливковым маслом или подсолнечным маслом. Но ни в коем случае не водой. Эфирные масла также широко применяются в косметической продукции, благодаря их антивозрастным и увлажняющим свойствам. В зимний период они могут особенно помочь в поддержании хорошего состояния кожи. Если вы обладатели жирной кожи, то ваше эфирное масло – это масло чайного дерева. Если вы обладатели сухой кожи, ваше эфирное масло – это масло розы. Но еще раз повторю, розовое масло нужно разбавлять, например, оливковым маслом. Ну а если вы хотите увлажнить вашу кожу, то тогда нужно одну-две капельки в крем, который вы используете в дневной или ночной, ну чаще всего в дневной, капнуть лавандового масла. И тогда мы получим эффект увлажнения кожи. Использование эфирных масел охватывает множество областей, включая медицину, косметику, парфюмерию, массаж, ароматерапию и другие. Необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов, чтобы избежать побочных эффектов и негативных последствий. Поэтому, как бы ни хотелось, насладиться ароматом пихты, эвкалипта или мяты дома, злоупотреблять ими нежелательно. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости. Наступает самая волшебная пора года, а это значит, что пришло время наряжать елку. Каждый год мы с нетерпением ждем этого момента, ведь красиво увешанное игрушками хвойное дерево является неотъемлемой частью праздничного настроения. С давних времен люди украшали деревья на время зимних праздников. Это символизировало надежду на возвращение тепла и солнечного света. Сначала игрушками служили просто ягоды и различные плоды, но со временем все стало меняться. Первые известные елочные украшения появились в Германии в 16 веке. Тогда на ветке деревьев вешали фрукты, орехи и конфеты. Затем популярность обрели стеклянные шары и гирлянды. В 19 веке традиция украшения елок перекочевала в Англию и другие части Европы. А в конце 19-го, в начале 20-го века елочные украшения стали изготавливать и в США, где наряду с традиционными шарами и гирляндами начали появляться и уникальные национальные рождественские декорации. У нас же традиция с яркими деревьями и увешанными цветными шарами зародилась еще в императорской России. Так, первую публичную елку установили в Санкт-Петербурге в 1852 году. Во время Первой мировой войны император Николай II объявил елочную традицию вражеской. После Октябрьской революции запрет отменили, но в 1926 году власть рабочих и крестьян вновь ликвидировала елочную традицию. И лишь в 1938 году огромная 15-метровая ель с 10 тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в колонном зале Дома Союзов. Все-таки надо понимать, что елка живая – это все-таки атмосфера, это традиции, которые пришли к нам давно уже. И поэтому, если вы не ставите живую елку, то, как всегда, используются различные елочные венки красивые, композиции красивые на вашем новогодном столе. И вот тоже, как бы, это особый такой дизайн, может быть, фишечек, когда вы не просто веточки поставили, а уже небольшие элементы, какого-то небольшие шары какие-то интересные. Сейчас очень много классных таких стеклянных вытянных сосулек, как раз атмосфера. По белой тона сейчас очень красиво, вот эти ледяные тона. Сегодня елочные украшения стали настоящим произведением искусства. Их можно найти в самых различных стилях – от классического и ретро до современного и минималистичного. Веб-сайты, мастерские и магазины предлагают несметное количество вариантов декораций, подходящих для любого вкуса интерьера. Ввиду такого огромного выбора и разнообразия у многих людей возникает вопрос, как все-таки будет правильно и стильно украсить елку и дом в целом. Очень здорово и классно, что вот это вот состояние праздника легко можно создать, это стало доступно. Если брать мое детство в 90-х, когда действительно было маленький процент, маленькое количество и гирлянд, и украшений, это было все дорого. То сейчас на рынке, в магазинах огромное количество всех вот этих прекрасных вещей, которые хочется очень много сразу приобрести. И поэтому самая первая ошибка и, наверное, рекомендация – это нужно понять действительно, что вы хотите, какой хотите получить результат. Потому что все-таки нужно понимать, что есть результат равно плюс цена, и вот это получается результат. Мы смотрим, как же все это происходит. И, собственно, поэтому нужно проанализировать. И первое, скорее всего, людям, которые не дизайнеры, не архитекторы, я бы советовал посмотреть в интернете, сейчас, благо, очень много с различных пабликов, где можно посмотреть, найти какой-то аналог, который понравился. Вот то настроение, та атмосфера. Ее, конечно, бы сложно воплотить полностью, но вот именно вот подсмотреть там ту цветовую гамму, да, подсмотреть тот оттенок гирлянды, да, который нужен быть, он должен быть холодный, теплый, разноцветный. История украшения елок – это история радости, надежды и любви к праздникам. Она продолжается и с каждым годом становится все более кропотливой и необычной. Ведь украшения елки – это больше, чем просто декорация. Это символ семейного счастья и веселья, который объединяет людей по всему миру в это волшебное время года. Подробнее о традиции вы можете узнать в специальном новогоднем выпуске «Культурного шока» на нашем телеканале. В Музее истории Казанского федерального университета прошло вручение дипломов кандидатам и докторам наук. Во вручении принимал участие первый проректор-проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Он отметил, что каждый присутствующий вносит в науку неоценимый вклад своими исследованиями, которые смогут стать основой для дальнейшего развития в выбранном направлении и перерасти в нечто большее, чем просто диссертационная работа. У нас в университете, поскольку действуют собственные диссертационные советы, у нас на каждую диссертацию счет вводится не менее двух месяцев после защиты, с тем, чтобы аттестационная комиссия могла принять решение о том, действительно соответствует, правильно ли была проведена процедура защиты диссертационной работы, нет ли каких-то отрицательных отзывов, поскольку все диссертации находятся в открытом доступе на сайте университета. А на этом все. В студии была Анастасия Дворнова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин